...окон, 22-й том, тема Потеряевка, вопрос 3470-й. Какую цель преследуете, каждый год отмечаете День деревни? Кто и что говорит в выступлениях по этому поводу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Приятно побыть с друзьями, вместе поблагодарить Господа. Это так, в 2007 году это событие было 20 мая, 16-летие со дня начала восстановления Потеряевки. После литургии и благодарственного молебна, и погода позволяла собраться на улице напротив входа в храм. Отец Иаким, 16 лет назад родилась наша деревня, вновь возродилась. 16 лет это тот срок, когда человек уже идет самостоятельно. Мне в 16 лет мать дала 3 рубля на дорогу до Барнаула и благословила. С этого дня началась моя самостоятельная жизнь. Отец и мать не спонсировали нас никак. Как? Бывало, гуся дадут ведро картошки, потому что нечего было дать. Никак сегодня учатся, а мать и отец везут тысячи. Этого не было ничего. А мы сами всего добивались, так и наше возрождение в деревне. Прошло 16 лет. Всего добивались сами при помощи Божией. Господь посылал нам добрых людей, помощников на нашем пути. И сегодня мы видим, что у нас есть. Даже в мыслях у меня не было, чтобы были школа, храм, что вот так люди будут приезжать в гости. Мы просто начали месить глину, солому мешать, делаем, ляпаем что-то. А чтобы вот так было, этого даже и в мыслях не водилось, как говорится. Ни один шарик не поворачивался. Но мы просили, Господи, если воле Твоей угодно, благослови наше начинание. Школа у нас до 9 классов теперь. На сегодняшний день у нас 48 жителей вместе с детьми. Детей больше, чем взрослых. 25 детей и 23 взрослых. Храм сделали мы сами. Думали строить новый, но увидели, что это будет нам не по силам. Да и этого, пожалуй, хватит. Все мы здесь пока помещаемся. Две недели назад к нам сюда в командировку приезжал корреспондент из российской газеты. Это правительственная газета. Ему было задание сделать репортаж о возрождении российской деревни. Он раньше у нас был, 7 лет назад. Была тогда также заметка в газете. И вот он приехал, прожил он 4 дня, ходил свободно. Со всеми беседовал, делал свои заметки. Потом он говорит мне, батюшка, вот смотри. Говорят, что возрождение. А я смотрю, люди уезжают даже, отвечаю ему. Одни уезжают, другие приезжают. У нас свобода, полная свобода. И мы никого не держим. И такой задачи Сергея Сергеевича я никогда не ставил. Хотя некоторые жившие у нас об этом тоскуют. Ну что здесь жить? Здесь людей мало. Надо, чтобы как в городе было много людей. Я против того, чтобы было много людей. Не надо много. Много будет. Это тот же самый шалман будет. Тогда не сможем даже вот так собраться. Наша главная задача это возрождение деревни. И не просто возрождение. А чтобы деревня была такой, как указано в свидетельстве о ее регистрации. На основании православных, христианских заповедей и русских благочестивых обычаев. А я его еще спросил. А вы вот так ездите много? Да, бывало. Может быть слышали, что так вот начиналась деревня. И есть она сегодня. Я бы поехал, посмотрел, поучился. Он говорит. Нет, не знаю. Нигде не видал. У меня просьба, что как только где узнаешь, сразу немедленно сообщи. Потому что часто мне приходится слышать такой укор. И даже от близких. А вот батюшка, это неправильно. Не так надо было делать. А как? Да не знаем как. Ну неправильно это. Ну покажи, где люди правильно делают. И я поеду поучусь. Но пока одни разговоры. Ничего нет. И мы в этот день сегодня собрались для того, чтобы нам поблагодарить Бога за его милости к нам. Чтобы Господь издал милости на нас и на того, кто помогал нам в возрождении деревни. И дал Господь благословение и на будущие дни жизни. Сколько он положит нам еще по своей милости. И обильно так же Господь благословил бы и всех помогающих нам, и помоществующих нам. У кого есть слово назидание, пожелание, пожалуйста. Игнатий Тихонич Лапкин. Батюшка сказал о корреспонденте. Действительно. Это правительственная газета. И они серьезные вопросы поднимают. Был Сергей Сергеевич Макаров. Он подарил мне свою книгу, помню, странника. Он сам пошел к паломникам, и там какой-то великорецкой иконе поклоняются. Пешком в оба конца под 150 километров. Речь идет чуть ли не о 100 тысячах паломников. Это ужасно. Идут старые и малые. И он знает деревню, ибо он всю Россию проколесил, когда сотрудником комсомольской правды был. Заехал в одну деревню, пишет, и не пойму, ни одной собаки, ни одной кошки, ни одного человека. Ясный, солнечный день. Станавливаемся в школу. Я думаю, выбегут ребятишки. Нет, заходим в почтовое отделение, как в Бермудском треугольнике. Корабль находит, а все люди исчезли. Пойдем, говорит, сейчас посмотришь по домам, что мы увидели стол. Тебе стол надо, бери. И далее он перечисляет, как 20 тысяч деревень исчезло. На Алтае погибло, я знаю, 360 тем. 360 деревень, а не человек. И не маленькие потеряевки были, а речь идет о деревне, где тысячи людей жили. Там были хорошие специалисты. Своё масло, пимокатки, мельницы, школы, ничего нет. А ведь сельское хозяйство, хребет страны, а не тяжелая промышленность, как учили коммунисты. Сельское хозяйство, которое всегда датируется любым государством. Если там датируется 28%, то здесь 1%. Я сам был в Америке, и мне в монастыре рассказывали, что приезжает представитель власти и спрашивает, сколько здесь засевается, какой урожай, по какой цене продавали, сколько тратили на себя. Если 1,47% прибыли нет в сельском хозяйстве, то уже убыточно. Если бы люди по-настоящему трудились, то развивалось бы всё. Они посчитали и говорят, что нужно, чтобы наша земля была более плодородной. Первый год мы собрали по 28 центнеров в вектора, второй 25, третий ещё меньше. Вы видите, земля скудеет. И так 3 года, чтобы вы её не засевали. За 3 года земля восстанавливается. Подсчитали, сколько за 3 года была бы прибыль в банке получите деньги. 3 года на земле не будете работать. Вот как государство датирует. 3 года рабочим платят. Дурная страна от жира лопается. А может быть мы от дури усохли. Я говорил, что один олигарх нынешний в России имеет 6,5 миллиардов долларов прибыли в год. То есть 240 тонн золота. Да если бы хотя бы 1 миллион нам дали, да мы бы сады подняли, пруды очистили, рыбу развили. Вот эти пруды очистили. Мы наняли технику, резали коровы, свиней. Нам практически ничего нельзя сделать. И все это понимают. Мы же делаем не для одной прибыли. И батюшка сказал вам о том. А кто не понял этого, то это просто люди случайные по другим причинам сюда приехали. Спрашиваю одного, для чего приехал? Да, меня из Казахстана гнали. Сказали, дом не продашь, сожжем, а дочь свою изнасилую. Он приехал сюда, и ему ничего не дорого наше. Он бунтует. Мы-то думали, что приедут родственники, будут первые наши друзья. Ничего подобного. Если внутреннего убеждения нет, то ничего нет. Нам гарантию-то Бог не дал, что все поселение будет стоять. Андрей Кураев пишет, что если мы не переменим отношение к проповеди, то на месте московского патриархата по всей стране будет московский исламский халифат. Да, это и так понятно. И здесь будет Китай. Артист Мамунов так и говорит, что сыну его надо учить китайский и быть на вахте китайской, на нефтяной вышке. Вот так. А мы не знаю, как это удалось. Хотели, по крайней мере, показать, что всего достаточно, когда мы со Христом. Вы понимаете, что если я предложение не буду договаривать, то многие удивятся. Меня спрашивали в 90-е годы, когда все закрутилось. Какая самая лучшая политическая система? Меня вызывали везде, и в Академгородок политики приезжали. Я говорю, что я знаю две системы. Лучше это шведская и еще взять филиппинскую. Но самое лучшее было создано Адольфом Гитлером. Лучше не было и не будет никогда, но при одном условии, что Бога нет. А если Бог есть, то это был сатанат в образе человека. Этим он и закончил. Самая лучшая система, когда люди верят в Бога, когда есть страх Божий. Когда каждый ближний видит Христа. Христос просит, посетили ли вы больного? Меня посетили. Накормили? Меня накормили. Не требуется все отдавать, как первые христиане. Но ты удели хотя бы десятую часть на того, кто нуждается. Притом работать надо. Написано, в коте лица будешь добывать хлеб свой. Я в Америке был, видел, как они работают. Они хорошо живут, но они много работают. Они не говорят, что у меня таланта нет на работу. Или, что таланта нет навоз вывозить. У нас отец без руки был, и он с пяти лет нас брал с собой пости, потеряя в кому же завтра и исчезнет. Но мы будем все равно приезжать туда. Но мы показали пример, что можно в разрухе, в беде начинать и работать за Христом. Меня обидели. Да я никакой обиды знать не хочу. Когда жизнь во Христе, ты пришел, помолился. А чем я лучше? Да зачем я буду на него обижаться? Все стало на место во Христе, потому что мне каждый день надо молиться. А молиться нельзя, пока я не прощу ближнего. Вот почему люди разъезжаются. Иногда говорят, что деревня какая-то бедная запилась. Два слова несовместимы. Бедная и запилась. Так они не из силикатного же кирпича водку-то выжимают. Если деревня бедная, то они жить должны экономно. Вот видите, сколько у меня заплат. Я сижу с главным банкиром с песотки Владимиром Филимоновичем. Он все книги мои имеет, читает. Я его прошу каждый год о помощи для лагеря. И он помогает. Это лучший мой спонсор. Он не член нашей общины. У него ничего нет. Самое главное – жить во Христе. Мы не знаем, какие плоды вырастут. Мы посеяли. И нас уже не будет. А люди будут помнить пример дан. Пример тот, кто когда с верой, с молитвой соблюдают все. Мы о жизни вечной думаем. Христос умер за нас. И мы с этого начинаем. Сегодня мы как могли собрались поблагодарить Бога. Господи, как ты нам много дал. Посмотрите на то, что радует глаза. У нас сегодня житель сельского хозяйства по статистике. Кормят 13 жителей города. Нашего жителя Барабаша Игоря Александровича я очень уважаю за его руки. За его труд, за его землю, что он фермер. Он дает настоящий статус нашему селу. Ну и потому, что мои голубей кормят еще, дает отходы. И спрашивает, если дети наши уедут в город, то что с нами будет, не знаю. Вы покажите, что ничего нет лучше, чем жить со Христом. А ребенок туда изберет лучшее. 16 лет это просто дата. Человек за 16 лет взрослый делается. Мы уже начинаем взрослую жизнь. У нас были люди, которые бунтовали против батюшки, против устава. Их никого нет. Они разбежались. Но там, куда они уехали, они окончательно пали. Я знаю, некоторые бы хотели здесь жить. Но по-своему. Как вот один приезжает, не курю, не пью, но матерюсь. А у нас нельзя. Я не могу, из меня вырывается. У меня нельзя. У нас нельзя. Чтобы здесь поселиться, должно быть минимум, как пять качеств. Не лгать, не пить, не сквернословить, не воровать, не курить. Тогда будет первый разговор вестись. Тогда будем первый разговор вести. Разве это плохо? В стране нашей не нужны такие люди. Да государство радовалось бы этому. А мы никто. Фактически так. Верующий никто для них. Так шут гороховый. Мы дали пример. О нас поставили фильмы. О нас писали. И когда-то нас не будет. То это все останется. Останется в книгах. Был момент, когда можно было начать. А вы упустили момент. Все ждали, как начнется покаяние патриарха. Момент упущен. Они перешли грань. Думали, что архиереи выйдут и скажут. Да мы сотрудничали с коммунистами. Мы ждали этого, но того не случилось. Мы ждали, что сейчас выйдут, падут на колени коммунисты и скажут, что 100 миллионов погубили. Но и этого не случилось. И сегодня подводят итог. Скажем, что мы это поняли. Мы попытались. А остальное, Господи, в твоей воле. Отец Якин. Валерий Григорьевич, прошу вас, скажите нам наставление. Вы стояли у стоков возрождения деревни. Валерий Григорьевич Игонин, ныне главный зоотехник района. А тогда был директором в соседнем селе Кадниково. Спасибо. Мы, наверное, пережили две эпохи жизни этого села. Начиная с 70-х годов, когда ее разрушили. А я работал здесь механизатором на этом животноводстве. Разрушался клуб. То есть пережили две эпохи, когда ее разрушали и когда ее основали. И считая, что в те времена политика 36-го года нашей партии была очень неправильной. И в то время приближали человека к земле. Потом в 70-е годы почему-то определили. И считая, что в те времена политика 36-го года нашей партии была очень правильной. И в то время приближали человека к земле. Потом в 70-е годы почему-то определили, что не нужно этого делать. Нужно укрупнять большие села, разорить маленькие, что люди из Потеряевки, из других сел поедут в большие села, укрепят их и будут население, и будет население прирастать, будут обрабатывать наши поля. Оказывается, этого не произошло. Произошло то, что с малых сел уехали в города, но никто к земле больше не прикоснулся. Разрушили животноводство, разрушили птицефермы, разрушили село. Я помню, когда последний магазин здесь стоял, восемь жителей было в этом селе. И когда Игнатий Хилович со своими друзьями приезжал, и возле нашего сана животноводческо организовывал небольшие палатки, приезжали, любовались природой, записывали на магнитофон. И в то время очень редко это было, что магнитофон, да еще и пишущий. Тогда Игнатий Хилович ходил, слушал птиц, лошадей, как животные отзываются на тот и другой голос. Все он записывал. Потом он ходил там, где разрушенное здание есть и саман. Не знаю, чем оно привлекало его, потом ребятишки начали приезжать. И потом, много лет спустя, начало возрождаться это село. Надо сказать, что село возрождено именно людьми, которые здесь живут, их руками, их мышцами, их небольшими связями, которые используются при таких очень серьезных моментах, когда трансформаторную ставили, когда линию тянули, когда копать пруд нужно было за деньги, когда нужно было самим, саман делать. Ну, в общем-то, в том, что руками нельзя было сделать, они искали помощи. И надо сказать, что помощь это оказывалось. Я не буду далеко вдаваться подробностей. Мы сами видим, что село живет, имеет школу, имеет храм, имеет людей, отзывчивых на черную боль и на радость. Если вы видели фильм «На заре», когда там двое, один ярый коммунист, а другой уголовник, а встретился КГБшник или НКВДшник, когда попадают люди в плен к немцам, и наш земляк Панкратов-Черный там играет главную роль, он говорил так, если такие люди есть, то что здесь значит в нашем обществе? Что-то не так. Так я хочу сказать, что коль такие деревни возрождаются и живут здесь люди, живут собственным трудом, то что-то не так в нашем обществе. Спасибо. Отец Яким. Которые в 70-е и 90-е годы разные были. Вот у них издается и партиальный журнал. И они в двух номерах своего номера, журнала, делали заметки нашей деревни. И в последнем они написали наше объявление о том, что кто желает, кто-то здесь, кто может приехать. Поэтому, может, из-за океана Господь пошлет еще кого. Потому что, когда я общался, то некоторые из них выражали такое желание, что как бы все-таки вернуться в Россию. Есть такие. Не могу сказать, что есть. Но есть. Немного скажу, но есть. Две семьи знаю я у них. Мать двумя сыновьями уехала под Воронежем. Они поселились безруковые. А дочь еще там. И я у дочери был в гостях. Она тоже дом продает, уезжает туда. Переехали две семьи в Приморский край. Поэтому, может, если здесь от нас кто-то уезжает, то Господь пошлет, как говорится, с другой стороны экватора к нам. Поэтому всех прошу вас помнить о нас и молитесь о нас. О всех я вас благодарю. Игнатий Тихонович Лапкин. После выступления Владимира Владимировича Путина о миграции русского народа было принято решение о том, что кто из-за границы приезжает помогать им. Мы с батюшкой зашли в миграционный пункт, что на Помсомольском проспекте. А глава хороший, мужик, видно, что деревенский Иван Иванович. И вот он примеры разбирает, что сейчас на них выделено столько-то. И говорит, что где работа есть, там жилья нет. Если жилье есть, там работы нет. Ну и мы подсунулись. А у нас ни работы, ни жилья нет. Смеются. Ну и что? Я говорю, что кто ищет духовному, то мог как раз быть здесь. Знаете, когда сватаются у дагестанцев, как Расул Гамзатов говорил, что там есть такой обычай, что если девушка на втором этаже, и чтобы она дала согласие, туда попахи все забрасывают. И они по одной вылетают. Чей останется, кто должен лезть к ней. И тогда ему шепнет, что можешь схвататься. Ну и вот. Наши шапки давно оттуда вылетели, смеются. Ну а мы все-таки надеемся. И Расул Гамзатов и себе пишут, что когда был молодой, и одна понравилась, он туда же забросил свою кепку. И она далеко улетела. Девушка, увидав его огорчение, говорит, ты слишком рано пришел. А когда он стал знаменитым писателем, то со всеми жигитами свою шляпку заграничную забросил. Глядит, она как ворона с подбитым крылом вылетела. Девчина сказала ему, где же ты так долго был? Вот и мы так же. То рано, то поздно начинаем. То мы верим, что наше время всегда сегодня. Сегодня мы дали объявление. Но мы верим, что наше время всегда сегодня. Мы дали объявление, мы оповестили. Сегодня люди стараются взять, а не дать. Я получал, получил полторы тысячи заявок на потеряевках людей. Это не два человека. И вот одна сразу пишет, я человек такой-то, хороший, конечно, но у меня муж гад смеется. Я бы его изрубила и в печке сожгла, а теперь мне надо такое место, где вы меня понимали и меня любили. Мы таких-то людей тоже ищем, которые меня понимают и меня любят. А надо найти тех людей, которые Христа знают и сами себя ущемляют для ближнего. Апостол Павел пишет в Деянии 20.35. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабости и пометовать слова Господа из Христа. Ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать стирахов и отрискать. Да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатию при отдании. И вот мы пытаемся доказать это, что здесь стоит задача очень и очень непростая, потому что главное воспитание, главное не батюшка и не я, а семья. Семья. Нас мама так учила. В деревне были беспризорные бабушки. Мама испечет пирожок и пошлет. Иди сынок отнеси, отнес. Кончил отец спасти, а всего-то у него там пять своих баранов. И он дал Богу оброк, если закончу благополучным, пол барана отдам. Отец отрубит, а мы дети носили. И это в нас закладывалось. Так что она трудится и трудится, как товарищ Ульянов говорил, и еще раз трудится. Отец Яким, приезжающих гостей прошу на праздничную трапезу, а потом будет у нас концерт. Там есть и выставка фотографий. Ну а потом в лагерь можно будет сходить. 2 Маковецкая, 8-27. Усердно благодаря и прославляя Господа, пашивая их в тот день и начавшего являть им свое милосердие. Лука, 14, 28 по 30 стихи. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислить издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможет совершить? Все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Века проходят их уже десятки. Бесплодных женщин с каждым днем не меньше. Не приобретешь беременность за взятки и за вещания. При горьке и насмешке. История рождения Самуила пропитана молитвой матери скорбящей. И Анна, мать пророка, получила. Пророка из пробирки вряд ли кто обрящит. Жена вторая дерзкая финана, над Аннушкой с усмешкой изгалялась, а эта претерпевшая с молитвой неустанно соседка не судачила и не точила лясы. Родомов тысячи в скукоженной стране, но где рожденные по чудному обету не в люди вывести, но выше и скромнее заботиться о бедных, со Христом обедать. Как это выполнить в сегодняшние дни, на благовестничном поприще и остаться? И в одиночестве не будешь ты один, таким Иисус подкладывает ясно. Мне посчастливилось, пусть даже не значай, как наиву жить в детстве с Самуилом. Тогда сподобился я этот путь начать, и он мне не был в тягости постылым. Брат Самуил меня не научил тому, чем жил, взрослею на пять лет. Курилу кратко и грозил молчи, пугач из трубки сделал пистолет, так с развороченной подушечкой на пальце отметился на следственном рояле. И к Самуилу в рабство не попался, иначе верующим стал бы я едвали. И прежде задолго до нужного зачатия ищите матери общения с Еговой. Для многих и далеких в этом счастье история Израиля в нас повторится снова. 21 июня 2007 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин